Это программа «Мой район». Посредственно общаетесь с бойцами. Как вы считаете, для них вот эти письма от ребят действительно имеют значение? Конечно же, имеют значение, и большое. И при мне было такое, что ребята читали и плакали просто, глядя на эти письма. Так получилось, что мы привозили, вот я сейчас вспоминал, первый раз я оказался в Донецке после начала СВО 9 апреля, и вот 8 апреля мы садились в поезд, и прибежала девушка, которая мне передала как раз письма. То есть первые письма на фронт я передал, вот 10 апреля мы играли первый концерт, и вот я их передал, эти письма. И потом мы организовывали доставку тоже писем на фронт, и какие-то приходы храмов писали, и просто дети в школах, и просто наши какие-то друзья писали, и вот мы привозили и передавали им. Более того, знаете, что мы сделали? Мы долгое время закупали и закупаем аптечки, аптечки для солдат. И вот на этих аптечках всегда шеврон с ликом спаса нерукотворного и письмо от кого-то из, так сказать, большой земли. И вот получая эту аптечку, как бы солдат получает помимо медицинской, скажем так, первой помощи, еще и вот эту вот первую помощь, мне кажется, такую психологическую. Соня, а ваше движение тоже аналогичная акция, да? Или это та же самая акция, которую вы по-другому называете? Да, общая акция сегодня, мне кажется, страны. Мы реализуем ее вместе с движением Юнармия, движением первых. Акция «Письмо солдату». Она для всех, для детей, для участников движения, для взрослых, для родителей, потому что к нам присоединяются и родители нашего семейного сообщества, родные и любимые, наши коллективные участники, а это множество детских и молодежных объединений страны. Это общая наша такая задача, скажем так, поддержать сегодня тех, кто на страже защищает честь нашей страны в зоне специальной военной операции. А вот детей вы как-то готовите, что-то им рассказываете, объясняете? Движение первых – это вообще глубокая системная работа с каждым участником движения, с младшими ребятами, с ребятами постарше. И, конечно, каждый проект движения сегодня он патриотический. Он про любовь к родине, он про то, чтобы узнать, уважать нашу страну, про сохранение исторической памяти, про привитие традиционных духовно-нравственных ценностей. И поэтому, когда мы пишем письма, ребята пишут письма, а пишут они их не только в преддверии великих каких-то праздников и важных дат, они пишут их постоянно. Это добрая воля и вот такой душевный порыв самих ребят, конечно. Асуня, а есть какая-то обратная связь? То есть вы слышали отзывы от бойцов? Мы получаем отзывы от бойцов, мы получаем видео от бойцов, где они показывают письма ребят с невероятной просто теплотой и благодарностью. Отзываюсь в адрес всех, кто им их написал. И знаете, у нас в феврале прошел съезд, и там показывали тоже такие видеофрагменты. Ну, практически весь зал был в слезах, потому что это просто пробивает, правда, до слез. Эти письма очень важны и нужны, потому что то душевное тепло, та детская непосредственность, та вера в то, что мы победим, она очень важна для тех, кто сегодня защищает нашу страну в зоне СВО. В команде движения работает бывший участник специальной военной операции, и он нам рассказывал, как его товарищам было невероятно приятно эти письма получать и читать. У нас есть видео, как раз, где бойцы читают эти письма. Давайте посмотрим. Держись, солдат, ты не одинок. Вся страна с тобой, и мы в тебя верим. Я желаю тебе, солдат, справиться с любыми трудностями, которые станут на твоем пути. Пусть твоей помощью будет мир на земле и справедливость. Спасибо нашим детям, ученикам, за поддержку. На самом деле, это очень сильно помогает. Я хочу, чтобы ты вернулся скорее домой, и чтобы вернулся живой и невредимый. Увиделся со своей семьей. Никогда не сдавайся, полагайся на товарища и будь тем, кто дойдет до конца, что бы ни случилось. Будь тем, на кого могли бы положиться товарищи. Трудную минуту жизни. Мне очень хочется поблагодарить тебя и твоих сослуживцев за то, что над моей головой мирное небо. Желаю тебе крепкого здоровья, удачи, много сил и стойкости. Когда я вырасту, то пойду служить в армию. Спасибо за то, что нас защищаете. Победы, здоровья, силы. Мы вас ждем. И мы за них. Спасибо вам, ребята. Вот первое письмо прочитали. Ваши письма очень ценные для нас. Они согревают нам душу, дают понять то, что нас дома тоже ждут. Дорогой солдат, благодаря тебе мы дома. Чувствуем себя в безопасности, потому что знаем, что мы под вашей защитой. Находясь на специальной военной операции, нам приятно получать ваши письма. И каждое письмо мы получаем и читаем. Спасибо вам за теплые слова. Это очень важно для нас. Вам хочу пожелать хорошо учиться, чтобы у нашего государства было хорошее будущее. А оно будет благодаря вам. Это очень хорошо, что дети, когда пишут солдату на фронт, значит, они узнают о том, что происходит. Они узнают, что волнует солдата и так далее. А солдаты, конечно же, чувствуют, что они не забудут. Это имеет огромное значение. И когда мы приезжаем на фронт, мы на самом деле делаем абсолютно то же самое. Когда мы приходим и говорим, мы с тобой одной кровью, ты и я. Все мы вместе, одна страна. Это очень важно. Екатерина, а вот в школу приходили к вам? Да, мы состоим в переписке с ребятами, с одним полком. И ребята приходят, и приветы передают. И на самом деле очень доброжелательные ребята, которые готовы общаться, готовы делиться. И информация интересная. Они рассказывают в основном веселые такие какие-то сюжеты из своей жизни для детей. Дети радостные у них прям вот. Они ждут этих встреч. Соня, а вы устраиваете встречи с бойцами спецоперации или там с ветеранами? Да, конечно. Конечно, потому что один из важных принципов деятельности движения – это воспитание на личном примере. И кому как не этим людям, героям действительно нашей страны быть этими примерами. И поэтому ребята из СВО очень активно встречаются с ребятами. Мы проводим у нас такой проект. Общаются на разные абсолютно темы. Это какие-то и личные, и профессиональные вопросы ребята задают. Привлекаем их. Конкурс наставников такой проводим. Поэтому мы очень активно ждем и привлекаем в качестве наставников ребят, которым есть что рассказать и есть что передать. Участникам движения и не только. А как давно запущена эта акция с письмами? Ну, после начала специальной военной операции письмо солдату стало такой очень традиционной историей, конечно. Потому что писали письма, и пишем письмо победы ветеранам Великой Отечественной войны. И продолжаем писать эти письма. Но сегодня, конечно, участники СВО, те, кто ждут эти письма особенно. В большинстве писем, ведь ребята пишут просто, адресат неизвестен, да, они пишут просто дорогому солдату, участнику, моему защитнику. И они всегда пишут, что я надеюсь, ты скоро вернешься домой к своим родным и близким и знаешь, что я не знаю тебя, я не знаю твоего лица, я не знаю, как ты выглядишь, но ты мой герой. Потому что благодаря тебе я могу просыпаться, видеть это небо. И я вот даже сейчас говорю, у меня правда очень трогательно. Очень многие ребята действительно пишут о том, что вы наши герои, мы вас ждем только с победой, и победа будет за нами. Очень трогательные рисунки, какие-то поделки, талисманы даже. Кто-то даже рецепт блюда какого-то отправлял, что вот вдруг будет возможность, вот это мое любимое блюдо. И это очень трогает. Рисунков очень много. И вот самый такой рисунок запомнился, рисовала девочка. Как раз девочка получилась у нас третьего класса, рисовала. Когда солдат вытаскивал кошку, ну как ее детскими руками, из горящего дома. И вот это вот, наверное, так запало в душу, вот этот вот именно рисунок. Об ней запомнился тоже мне был рисунок. Тоже девочка нарисовала, по-моему. Это семья, ее, видимо, семья. Но она так ее изобразила. Несколько детей, голубое небо, солнце и спасибо. Ну то есть она, вероятно, это благодарность за то, что... За мирное небо. За мирное небо вот сейчас у нее. И мне тоже это очень запало в душу. Сейчас у нас будет возможность с вашими подопечными услышать, как они читают письма. Мы пригласим сейчас Полину Ярослава к нам. Мы услышим, как это звучит. Дорогой солдат, хочу написать это письмо с выражением глубокой благодарности за вашу преданную службу в защите нашей Родины. Ваша отвага и самоотверженность несравненны, и мы любим и уважаем вас за это. Несмотря на все трудности, через которые вам приходится ежедневно проходить, помните, что вы не одни. Вся страна гордится вами и ценит вашу жертвенность. Искренне желаю вам крепкого здоровья, терпения, силы мужества. Пусть каждый день приносит уверенность в том, что вы совершаете важное дело. И мы очень ждем вашего возвращения. Дорогой герой, я очень горжусь тобой. Твоя храбрость и преданность достойны восхищения. Знаю, у тебя нелегко, но ты все равно продолжаешь служить своей стране с отвагой и верностью. Я выражаю тебе свою благодарность за то, что ты делаешь для нашей страны. Твои жертвенности сила вдохновляют меня. Я надеюсь, что ты всегда будешь находить в себе силы и мужество, чтобы справляться со всеми испытаниями, с которыми тебе приходится сталкиваться. Желаю скорейшей встречи с родными, победы и мирного неба над головой. Спасибо вам. Чудесные совершенно письма. Чудесная эта акция. Всем вам вся страна благодарна. Через несколько минут мы продолжим наш разговор. Это программа «Мой район».